Хочешь поднять бабла? Заходи на Абэкс. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Пожалуйста, итак, дорогие телезрители, мы продолжаем движение по нашему замечательному городу. Все прекрасно убрано, практически только снег остается на полу этого города, ну, на плитке. Кстати, вот здесь конкретно находится достаточно красивая плитка, но сейчас тут грязненько. Екатерина, как у нас дела в чате, как дела у зрителей? Так, написано, Катю громче сделать. Написали, задним стрим-снайперы. Как к этому относитесь, Степан? Ну, мы с ними разберемся. Нас не остановить. А, Екатерина сделает громче. Ольга, слышите? А, я вижу, что эхо. Сейчас я, наверное, послушаю. Да. Действительно есть эхо? Ну, вот у меня, как будто бы не было эхо. Чат, а от кого именно эхо? Звук двоит. Кто именно двоится? Можно вопросик задать? Как вас зовут? Николай. Можете туда смотреть. Николай? Да. Очень приятно. Меня зовут Степан. Новость фриксфакт-тв. Вот подскажите, как вы относитесь к Екатерине? Нормально, хорошо. Хорошо? Спроси, красивая ли? Ну, конечно, бывшая, это, Владимир. Что, простите? Бывшая она, императора. Бывшая императора? Да. Бустера? Да. Не, она нынешняя. Нынешняя? Она нынешняя. Ну, у меня зуб болит. А, зуб болит. Все. Скорейшего вам издравления. Поправляйтесь. 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 Бог с вами. Бог с вами. И император. А, так. Вот сейчас подскажите от чата, Екатерину нормально слышно? Просто я прям хорошо ее слышу. У меня сердце прихватило. Прошу прощения. Здравствуйте. А что обсуждаете? Учебу. Учебу? Так грустно сказали? Да. А почему так грустно говорите? Потому что в медицинском учимся. А зачем вы в медицинском учитесь? Просто хочется. То есть вам хочется, но грустно? Грустно, но вкусно? Да. Сквозь слезы. Сквозь слезы. Вот мне подсказывает режиссер. А вот что еще грустно, но вкусно? Жить в Калуге. Жить в Калуге, правда, очень грустно. А почему грустно? Извините, девушка, вы просто стоите... Ирина. Ирина, да. Жить в Калуге грустно, но вкусно? Ну, грустно. Просто грустно, безвкусно? Безвкусно. А почему... Екатерина, можете пока что готовить вопрос? Я даже догадываюсь, что нам спросит у нас чатик. Мы в прямом эфире прямо сейчас, если что. А что больше всего нравится в Калуге? Именно нравится. Вот и я солидарен. А не нравится? Ну, не нравится все, вообще все. Очень плохо. Вот прям плохо? Да, жить в Калуге это ужасно. Прости, пожалуйста, сколько лет девочкам? Работать негде. Опа. Негде работать. Ну, больше 18, я так понимаю, раз медицинский. Это уже плохо, все, я не могу устроиться на работу. Я не могу сдать экзамен по вождению. Вот представляете, вот такие у нас автошколы в Калуге. Екатерина, а вы с какого раза, или вы вот только сейчас сдаете экзамены? Степан, я уже два года сдаю, на меня вообще не ориентируйтесь. Скажите, девочка, я два года сдаю, ничего страшного. Нормально. Екатерина у меня сейчас в ухе сидит, она просто очень маленькая, ну, как гномики. Вот, фиксики. Значит, и она, соответственно, говорит, что уже сдаёт два года, и на неё можно не ориентироваться. А вы сколько сдаёте, три? Нет, я четыре месяца уже сдаю. Четыре месяца? Да. Нормально, я тоже не сдал на права. Союз бесправных. Да. У нас с девчонками нас что-то общее объединяет. Что-то общее нас объединяет с девчонками. Вы в это не вписывайтесь, да. Я не впис... А, я не впис... В смысле, Кать? Вы не вписывайтесь. Сволочь. Пока что не получили права, они четыре месяца, а два года. Да. Там Екатерина просто кричит. Да, а скажите, сколько вам лет? Восемнадцать. Восемнадцать. А уже был половой контакт? Нет, на вопрос не буду отвечать. Вы что? А, я думал, нет, а вы говорите, не буду отвечать. Ну, ладно. Ну, значит, здравствуйте. Готовы ответить на вопрос? Ну, я не буду задавать этот вопрос. Прости, что еще вкусно. Что еще вкусно, Степан? А что еще вкусно? Вкусно? Я не знаю. А что здесь вы... Ну, что бывает вкусным-то? А почему вы посмотрели на урну? Я ударилась ногой об вот эту штуку. А. Видите, как плохо. Поставили, а я ударяюсь. Вот как это вот. А что ты можешь передать градоначальнику нашему хотеть? Ой. Пусть дороги меня на силикатном сделают, я буду рада. Ой, вы с силикатного? Да. Я там вырос. Я вам соболезную. Да, Екатерина? Степан, скажите, что вы на связи с мэром города Калуги или как-то у вас? А, зашел сейчас, да? Да-да-да, он сейчас в дискорде с нами. Да-да-да. Мэр города, он в дискорде сейчас. Он мне передает, спрашивает, какие пожелания от девушек. Чтобы было не грустно, а вкусно, просто вкусно. Жить в Калуге. Прямо сейчас мэр города в дискорде с нами находится и задает вопрос вам. Что вот хотели бы пожелать, чтобы было не грустно, а вкусно? Ну, хочется пожелать, чтобы было, как минимум, для подросткового возраста больше развлечений каких-то. Чтобы люди могли работать, если хотят. И чтобы учиться было проще. То есть нужно продумать систему обучения, образования в нашем городе. Вот, это все. А что не продумано? Экзамены, которые почему-то в декабре, а потом ты их не сдаешь, и весь Новый год у тебя просто насмарку. Вот это обидно. Вот, если бы в январе было бы лучше. Новый год отметил, а потом уже экзамены. Вот. На самом деле, я, кстати, полностью согласен. Это такая себе. Это просто, я бы назвал это, наверное, ебень какая-то. Передай, пожалуйста, что мы это записали. Там еще вопрос от мэра. Вопрос от мэра сосала? Один вопросик от мэра, и мы вас отпустим. Да, да, да. Что? Вопрос от мэра сосала? Вопрос от мэра еще один. Сосала? Это хуёвый вопрос, пойдем. Это плохой вопрос, говорят. Но не хотят отвечать. Ну, ладно. Что-то смущаются. Почему-то смущаются. Извиняюсь. Это вопрос от мэра был, это не мой вопрос, если что. Я понимаю, ну, это мэр, хабэ, я прекрасно понимаю. Что мы можем сделать? Я тоже про это же, я ничего не делала. Я просто вот вычитала, мне сказали так делать, я озвучила это сказать. Да ладно. Здравствуйте. Можно вам вопросик задать? Нет. А как вас зовут? Зачем? Ну, мы в прямом эфире, прямо сейчас, Freak Squad TV. Вас сейчас смотрит, Екатерина, сколько нас смотрит? Тысяча человек. Прямо сейчас вас смотрит 3600 человек. Скажите, пожалуйста, как вам погода в нашем городе? Ну, наверное, нормальная погода. Ну, то есть, сойдет? Да. Зимой, в принципе, это нормально. Ну, а как вы думаете вообще, вот такая погода, вот может быть, что-то все-таки стоит поменять властям, чтобы была потеплее? Ну, я думаю, что здесь природное явление, и зачем что-то менять нашим властям-то? Ну, то есть, ничего не нужно менять. Вот так вот. Екатерина, а есть какие-то вопросы, может, от чата? У вас, ну, у чата только один вопрос, но я все-таки спрошу от себя. Да, может быть, ради хорошего настроения этой дамы стоит разгонять тучи над Калугой почаще? А как вы считаете, может быть, почаще стоит разгонять тучи над Калугой? Зачем? Ну, чтобы у вас настроение получше было. К сожалению. Достаточно относительно нормальное. И не из-за тучи. Не из-за тучи? Скажи, что хочешь такую же шубу. А я вот хотел бы такую же шубу купить, как у вас. Это возможно? Нет, она уже старая. Ну и что? Ну, наверное, возможно где-то в магазинах. А сколько стоит ваша шуба? Ты не знаю, может, тысяч пятнадцать. Тысяч пятнадцать? Какое совпадение? Мы вчера как раз купили шубу на улице у человека за пятнадцать тысяч. Правда. Но сегодня не будем. А если бы мы, допустим, решили у вас ее прямо сейчас купить, за сколько бы продали? Ну, тысяч за двенадцать, наверное. Послушаю. Ну, как-то такое себе авито. Пойдемте. Удачного дня. Прослушала. Сколько сказали? За двенадцать. За двенадцать? Ага. Ну, прям нормально. Ну, это выгодно так-то. Надо было забирать. Не, а шуба, которую мы купили за пятнаху, в 8 месяц. Степан, мы прям вылицо им вот так вот этим микрофоном, чтобы прям вот отчетливо прям к губам. А ты не слышишь, да? Ты плохо слышишь? Ну да, иногда. Здравствуйте, а можно вопрос к вам задать? Коротенький. А как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно. А вас? В поле. Очень приятно. А скажите, как вам, как у вас настроение вообще? Хорошее. Хорошее? Да. А у дочери? В дочери вроде хорошая. А, да. А скажи, пожалуйста, а кого больше любишь, маму или папу? Папа. Вот так вот мы и выяснили правду. Как у вас настроение? Да, хорошее. Хорошее? Разрушитель семей. Пойдете на Стругановую оркестр, вот 10 декабря у нас будет? Не знаю, посмотрим еще. Посмотрим. А на пикник 11 декабря? Не знаю, посмотрим со временем как. А вот на Наташу Королеву 7 декабря? Наверное, нет. Так, а на Владимира Спивакова 5 декабря? Не знаю. Там будет час баха. Подумаем. Подумаете. А с чем будет связано раздумье? Ну, я по графику еще посмотрю, как работаю. По графику, то есть не уверена еще пока что? Нет, он не уверен. А вот, например, на Сурганову почему не пойдете? Не знаю, не любитель. А вы сказали, что подумаете? Подумаю, но не особо нравится. Не особо любите? Да. О, у нас что-то появилось. Да. Режиссер? Появился режиссер, ура. А можно вопрос от чата? Мы прямо сейчас в прямом эфире, если что. Они тут пишут, я, пожалуйста, в своем душе. Как относитесь к... Спроси, как ко мне относятся. Я знаю, что это как-нибудь. Как относитесь к Екатерине Екадзе? Не знаю, кто это. Это очень известный поп-исполнитель. Может быть, слышали такую песню? Полный бак, полный бак, я заправил свою сучку. Полный бак, полный бак, вот она сучка. Честно, нет, не слышала такую. Может быть, они слышали Детроид? А может быть, Детроид слышали? Блин. Посоветую послушать? Нет, не слышали. Очень советую послушать. Хорошо. Для того, чтобы для ознакомления с настоящей, современной музыкой. Если уже на Наташу Королеву не идете, то нужно на Екатзе точно сходить. Ну, смотрите, если на Наташу Королеву не идете, кстати, там, вот она, 7 декабря, то на Екатзе точно надо будет сходить для ознакомления с настоящей, современной музыкой. Дочке посоветуй. А вы пойдете? Да. А вот она пойдет. Ура! Плюс один зритель, плюс один слушатель, спасибо. Плюс один зритель у Екатзе. Спасибо. А можете сказать, Екатзе молодец? Екатзе молодец. Самая красивая? Спасибо. Самая красивая. Славе повезло. Славе повезло. И Гуакамоле тоже? Ее Гуакамоле тоже. Степан! Все, спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо вам большое, милые дамы. Спасибо. Чтобы вы понимали, как я хорошо знаю расписание концертов в нашем городе, я просто стоял, я встал отсюда. Я, кстати, удивилась. Я так... А-а-а, серьезно? Я думала, ты так хорошо слушаешь. А-а-а, офигеть, это гениально. Я думала, твой музыкальный вкус просто. Я думаю, нифига себе он. Одно острие, второе чач. Вот. Плохие такие, на самом деле. Вот. Здесь раньше были столики, но сейчас вы их не видите. Вот. Но я себе, например, вот здесь кушал, то сидел бы я примерно здесь. Вот. То есть тут бы стоял стол, было бы накрыто. Вот. Так что, если что, Екатерина... Это я в детстве? Если что, Екатерина вместе со Славой можете приезжать. Вот. Вот именно тут можем покушать. Все, договорились. Только столики заранее поставим. Ладно, не очень хочется на полу сидеть. Там мне жопа замерзла. Хотя бы сидеть. Степан, бабушки детей рожают. Встаньте, пожалуйста. На это есть Оля. Так. Так я про то, что не простудится. А, вы про это? Да. Я думал. А я думал. Слышите. Да. Вот такое вот у нас. Вот такое бревно. Кому нравится, плюс чат. Давайте найдем родомного прохожего и попросим его сделать 20 сжиманий. А, нет, приседания лучше. Приседания. Это бабки нужны будут. Так. Баба, ты можешь пока что позвонить со своего Ольки все-таки? Найдем кого-нибудь, кто согласится. А, вот, например, молодой человек. Как его зовут? Александр. А вам на ту сторону? А нам на ту сторону, да. Нам на ту сторону. Вот видите, как мы с ним быстро породнились. Александр, скажите, смотрите Твич? Воду тоже смотрите. Твич, ну, бывало, смотрел, да. Но я им больше всего пользовался ради Твич Прайма. Там, ну, подарочки там в играх дают. Поняли. А кого смотрели? Шрауда. Кого? Шрауд. А, Шрауда. Ёлки-палки, а Якадзе? А Якадзе? Не, ребят, я знаю, знаю, знаю. Каждый день смотрю и, ну, я фолловер. Скажи, так. Вот можете передать что-нибудь Якадзе? Это Коля. Шатаут, бро. Смотрю тебя каждый день, люблю, целую. Йоу. Коля. Коля. Колян. Ну, а скажите, вы готовы прямо сейчас Аджадзе 20 раз? Вы сможете? Мы сможем. Ну, я слагу. Я нет. Давайте, может, попробуем? Ну, давайте. Прямо здесь? Да. Давайте подержу, если хотите. О. О. Шрауд и Якадзе. Сравните, пожалуйста. Ого, нифига себе. Ёлки-палки. Скажи, ёлки-палки передают. Ёлки-палки передают. Ёлки-палки передают режиссер Якадзе. Ой-ой-ой. Плюс сумка, беги, беги, беги. Да, блин. Ребят. Да. Подписывайтесь. Можно рекламочку сделать? Ой, да, можно рекламу. На Якадзе. Подписывайтесь. Музыканты Энджи, Калуга, Дрил. А вы музыкант? Да. А поёте? Поём. Можете спеть? Не, не, показывать не надо, спеть надо. Прыгаю в топ, сука, на мне снимает тик-ток. Каждый день спукует водород и так далее. Ну, я вот такое записываю, быстренькое там. Ритмика такая сбитая у меня, поняли? Ну, то есть вы быстро читали сейчас? Мы только рады послушать. Нет. Нет, я могу паблик показать, можно? Да, конечно. Ребят, подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, включайте уведомления. Да, на Кибер Степана. На Кибер Степана. И вот ещё, вот сейчас он паблик покажет. А он споёт что-нибудь, пожалуйста. Я стану фанаткой. Сейчас. Да, если вы споёте, станут фанаткой ваши. Вот, смотрите. О! Калужский дрил. Ого! Подписчиков мало, нахуй всем. Кстати, сегодня трек вышел. Вот он. Там пенисов нет? Пенисов нет, не бойтесь. Карточка музыканта, ребят. Это я, если что. Это он. Вот, рычки мои. И вот и вот, слышите. Наслаждайтесь. Вы молодец. А если вы сейчас споёте, вот у вас появятся фанаты точно. Но нужно спеть не вот эти две строчки, а что-то посерьёзнее. Зачитать жёстко. Зачитать жёстко. У-у, Кадиллак. Е-е, Маргештерн. Не-не, своё. Да своё? Ну как я спою? У меня навыков таких-то нету, вокальных. Я могу... Блядь. Скажи, усатый, Саня. Кто такой усатый? Кто такой усатый? Ему кто-то написал. Ну... Что говорит? Уже пишут, ребята. Да и холодно. Мата, можно ругаться? Ну, смотря каким. Если вы знаете запретки на Твиче, то вот... Запретки не буду. Обходя запретки. Не буду запретки, говорит ребят. Ни в коем. Тебя просят обнять. А, обнять усатого. Ну, хоть кто-то. Боже, как это мило. Типа, да куда вы ноги-то задираете? Ёлка, мы толки. Ну, опять копилка вылезла на свободу. Ну, ничего страшного. Спасибо вам большое. Все. Еще раз привет Коляну. Коляну привет. Коляну салют. Колян, якадзе топ. Якадзе, Колян. Спасибо большое. Давайте, ребята, счастливо. А что там прям видно? Что видно? Все, что можно было показать, вы уже спалили, Степан. Серьезно? Ну, конечно. Но не сильно. Но не так, чтобы прямо ужас. Я посмотрела, там, в принципе, все монеты влезают. Это факт. Любого номинала. Это факт, Екатерина. Я готовился к холодной, голодной зиме. Банкомат подготовил. В другом не получается жить. Екатерина, есть, может, какой-то тупой вопрос? Конечно. Вот мы сейчас как раз найдем кого-нибудь. От нас так яростно сбегают быстро. А вот девушка стоит. Вопрос. У слона облохи какого размера? Здравствуйте. Можно вопросик вам задать? Да, да. А как вас зовут? Илья. Как? Илья. Как Мазелова? Да. А вы смотрите Мазелова? Нет. Почему? Тебя смотрю. А вы стример? Нет. Кого смотрите? Вас. Меня? Да. Это стрим-снайпер получается? Да. Спроси, как зовут тебя. Как меня зовут? Степан. Почему? Потому что... А как так получилось? Мама называла вас так. Откуда он знает? Екатерина, что там про блохов было? А у слона облохи какого размера? Она слышит меня? Да. Привет, Катя. Привет. Мне с бустером повезло ей, конечно. Ему с ней повезло. Ну, ему тоже. Да. Офигел. У слона... Блохи какого размера? Не знаю. Надо подумать. Екатерина? Это вопрос с номиналом 50 тысяч рублей. Мы их, конечно, не отдадим, но тем не менее. Вопрос с номиналом 50 тысяч рублей. Блохи каким размером у слона? У него мотивации нет, походу. Степан, не веришь, что у вас есть 50 тысяч? Тысяч. Так. То есть вы, ну, не знаете. Предположить хотя бы. Екатерина, а можно правильный ответ? Мне ухо. Хотя бы предположить, но за это же будет приз. Это понятно. Екатерина, а можно мне правильный ответ в ухо, просто чтобы я подразгонял? А то я тоже не ебу. Я не знаю правильный ответ. Погуглить? А, все, понял. Да, да, погуглить. Так, ну, а может быть какая-то догадка есть? Вот у слона, да? Ну, то есть есть вот у кошки блохи, например. А какого размера у слона? Нет, блох. Спроси, какого размера у слона не блохи. Ну, нет у него блох. Он говорит, что нету блох. Ни блохи спроси, не блохи спроси, какого размера. Ни блохи? А что, хуй? Какого размера у слона хуй? Бля, огромный. Абсолютно правильно. Можно показать, показать примерно. А можно показать примерно? Бля, не здесь. Почему? Да не свой Это не его просят, не свой Я слона Слона Бля, вот такой, наверное Отход ты знаешь? Не знаю Сосал? Ну, да, чисто так показал Сосал? Не, блядь Нет, говорит, не было такого Так, ну, ладно, в общем, мы вас, наверное, отпускаем Вот, 50 тысяч вы не выиграли? Ну, я, ясен, хоть заскамел бы вас все равно Вот Но, что поделаешь? Креманчили, да А? Диман Желис Да, с ним тоже когда-то будет совместка Вот, а вы как вообще? Хотели бы с Дмитрием Алексом поговорить? Да Он вам должен что-то? Часе Я слушаю его, что передать? Я в салчате ББ Строго взял, забанил меня Строго забанил? Да Строго, а зачем ты, молодого человека, забанил? У Ликса? Нет, у себя на канале У кого? У строго А кто это? Строго? Да Ванек Шурпат А, рыжий такой? Да Все, понял Я просто забыл Екатерина? Да Я говорю Передавайте, что Дмитрию Алексу передать? Я на связи с ним Передавайте, что передать Дмитрию Алексу Она прямо сейчас на связи с ним Бля, охуенный чел, бля, делает контент Я не знаю, что еще Алексу сказать Хорошо, пару слов про Икадзе Приезжает в Калугу, кстати Передайте что-нибудь, Икадзе Я уже все сказал А, вот так, да? Все скип его, пойдем дальше Славик скоро сделает тебе предложение Вообще будет офигенная семья у них А как же Марк? Ладно, ладно, тогда ладно Оставайся Бля, не знаю Ты куда, Степан? Какой калкумоле? Ты решил Решил Что за ресурский маркетинг? А как вы относитесь к треугольникам? Не параллелепипедам, а вот треугольникам именно? Хуёво Хуёво? Почему? В геометрии не любили? Нет, да сейчас не люблю Вон сучу выйду Ага То есть лучше, когда две точки соприкасаются одной линией? Да А вот это вот, когда пересечение там Не, хуня Ну и все Он не за Марко Степан Вы, блин, со своим Марком Один раз мы в игрушку поиграли Три кота С Новым Годом А Ринг ТЗ 5 января Вот Звоните Молодой человек стоит скучать Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня Алик зовут Очень приятно Меня Степан Очень приятно А вы охраняете мусорку? Нет, я курю А, вы курили? Да Я понял А вот сейчас вопрос от режиссера Идут на шоу к Клаве? На три кота? А пойдете на шоу три кота? Нет, конечно Нет А к Клаве Коке? Нет Почему? Я работаю Да не сейчас Ну Выходной может будет? Выходной у меня нету Вы без выходных работаете? Да, да, да Вы поэтому плачете? Да Грустно, но вкусно Это очень грустный смех Очень даже Так Хорошо вопрос Можно ли удалить клеща зубами? Вопрос такой вот пришел от чата А можно ли удалить клеща зубами? Зубами? Нет, зубы можно удалить, клеща нет Зубы можно удалить, а клеща нет Ну пора мне на работу, честно Вот, смотри, три минуты осталось Все, три минуты осталось, молодой человеку Последний вопрос, быстрее Быстрее, быстрее, у меня грузится интернет Вопрос Хорошо Блин, такие тупые вопросы Секунду, секунду Быстрее, быстрее, любой тупой вопрос Секунду Почему снег падает А дождь идет? Почему снег падает А дождь идет? Дождь идет Потому что снег падает Лучший 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 этот хорош вы прям видите вот чувствуете таких людей вы привод конечно они всегда и вот просто идешь ты вот так на них глянула не сразу такие наглубаются хорошо и все сразу сразу понятно что свой человек а вот молодой человек например идет спешит мы можем спешить рядом с ним хотела она опять с интернет дропнется на его нахуй а вот усадок молодой человек можно вас на минутку здравствуйте а вот у вас усы такие красивые то вы мой фанат но я сейчас то я вас не знаю пиздит а как вас зовут что только не через перчатку давайте кулачком витя 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 вот сейчас со мной на связи находится якадзо знаете такое а бустера знаете бустера но возможно но я не увлекаюсь что-то с ним было почему так смеетесь ничего не было я просто не увлекаюсь особо вот убедительно да играми это с по моему да он майнкрафт играет майнкрафт неплохо-неплохо но я учусь стойко поэтому сейчас один из лучших в sims и многомиллионный блогер посмотрите я сейчас на самом деле один из лучших киберспортсменов в sims и многобиллионный блогер sims 5 нет ой сейчас 5 секунд нас перекинут обратно мы в афк запрыгнули обратно а вот все вернулся а нет не вернулся еще ольга сейчас секунду и кадзо можешь степана перекинуть из афк к нам а вот все подошел знаете команду нависимс 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 да что-то слышал такой у меня друг по-моему не показывал состав не припомните нет нет он так чисто одним глазком мне вот недавно на интернешне ли по dota 2 sims мы заняли третье место наша команда вот и там из много но 24 под конкретно насчет если прям в турнире таблицы и перед этим еще огромное количество отборочных вот как думать сколько денег заработали в рублях до в долларах тысяч 10 рублей нет побольше мировой чемпионат по sims 4 dota 2 edition international насколько побольше миллионы рублей долларов полтора полтора миллиона долларов заработала команда navi dota 2 sims evolution pro socket соответственно я как участник этой команды прямо сейчас вхожу к рандомным людям и раздаю им деньги сколько денег вы хотели бы получить но мне не хватает на еду а хлеб стоит 35 рублей мне хватило бы как вы думаете какой меня никнейм угадайте дам меня зовут степан это присутствует в реке степан 228 критер клитор степан 228 клитор а что это запрещенное слово разве план 228 клитор да нет просто а вот дмитрий александрович денисов 22 года городской голова здравствуйте просто задать мы вот от дмитрий александрович денисова вот по поводу уборки в нашем городе а подскажите вот вы сейчас на обеде просто отдыхаете не просто у нас обед просто обедаете а вот у нас а чем вы занимаетесь вообще вообще он у нас подборка города подборка а вы подбираете нам город а какой планируете подобрать вообще у нас территория есть укажу свое то есть у каждого есть свою территорию вас поделена а как вы делитесь мы ни с кем не делимся то есть все свое все в дом все носим с собой все носите с собой а я хотите не чай не хотим спасибо большое и рыба есть ой на самом деле снялись мы опиловку деревьев и как нам гору право дает задание так мы это и выполняем а как дает задание задание мастеров и всегда все это происходит не очень культурно не очень культурно а почему а что не культурно потому что получается что мы деревья обрезаем а а убираем их через месяц через два через год то есть валяется все я водочку можно попросить а подскажите а вот холодно в водочке на лете нет нету колы чайку кока понял а вот скажите пожалуйста а вот по какой ну то есть по причине то у вас и людей тоже не хватает не хватает на вывоз техники понял а что у вас тут проблемы а не поделитесь нет пожалуйста никогда не разучаем кофе не пожалуйста вот так вот не дают это на работу это на после работы это после работы но этот как сказать отдохнуть вот но на самом деле то здесь существует проблема с уборка не хватает техники и хотели бы поднять этот вопрос технику забрали на уборку территории в москве я теле и отобрали повесили щетки для того же в гололед все убрать все не в москве конечно просто отобрались от трактора потому что денисова нужно убрать город вот такая вот сложная ситуация интересно смотрят ли нас город начальники а мы сразу подошли сказали же ну ладно в общем удачи вам в уборке города собой заберите не желают удачи успехов 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 профессионалам по уборке города без шуток погнали все удачи вам ну смысле успехов 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 успехи какой острый острый репортаж очень острый очках здравствуйте можно вам вопросик задать роман а с кем ему не смешно роман как у вас настройки анекдот расскажи про колобок повесился а колобок повесился скажи скажи у тебя режиссер в голове и он сейчас это прям спецзадание нужно обязательно рассмешить романа мы так просто не уйдем от него спецзадание просто нужно обязательно вас рассмешить и режиссер будет мне накидывать панчи а я буду вам их выдавать будет должно быть смешно если я посмеюсь это прокатит если просто сейчас рассмеюсь этого хватит нет 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 анекдот не не хватит говорят анекдот так вам придется слушать а вы смотрите твич редко совсем а кого смотрите сильвера хардстоун и как он вам последнее время скатился сельвер ты скатился скиньте ему этот клип пожалуйста так а кого-то тайса тайс кто это за рубец он на английском разговаривает понимает не не майк тайсон кать нет а вы понимаете по-английски ну фифти фифти что он 50 на а я просто не понимаю на английском да катя у вас есть готов анекдот да да вредные привычки имеете нет это они меня имеют смешной вредные примычки сложно очень длинный просто анекдот вредные привычки имеете потому что это они вас имеют потому что поубедительнее понравилось да еще один последний до в догонку а это вы должны уходить я вам в догонку а это вы буду включать или нет они тут просто выражение такое так я увидела падающую звезду екатерина сегодня мочит а люся увидела падающую звезду она успел загадать желание но не успел отойти огонь и кодзе если что подписывайтесь на и кодзе это человек у меня в голове знаете кто это нет а бустера знаете бустера знаю это его вот знаете он песню написал полный бак полный бак я заправил свою сучку полный бак вот . наказали замените все заседание да а там тачка не там сучка есть тоже екатерина вы меня с обманываете там есть такая строка екатерина екатерина степан но что вы обижаетесь на меня вы мне скажите а то я чувствую себя говном случае все же по факту по сути все а что вы тут снимаете что снимаю а вы из полиции вас снимаем я нет вас снимаем я очень серьезный человек видите я как одет по форме вообще по всем канонам ой 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 а скажите за шмот сколько стоит ну штаны треху это я год три назад покупал дед заказал там дед заказал да дед заказал в деревне ходить хотел ботинки пятера в тофе на киру культа не помню где взял пиджак с выпускного остался мама подарила если штаны прямо сейчас за пять тысяч купим снимите до чем отдадите да без вопросов я живу через дорогу мне тут идти тогда за 3 ну блин не за 4 можно за 3 500 3 500 не вариант и прямо сейчас переведу на карту ну не знаю 3 500 4 может 3 500 до 4 3 700 давай 3 700 готов и прямо сейчас снимешь ну будет контент да только смотри не за 6 елду не но у меня трусы как бы есть все главного не вывалилась есть у кого у кого на карте так кать сейчас есть на секунду пропаду тип ты помнишь за 3 700 купили штаны главное чтоб их елду не было ну как 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 хорошо как понравится штанишки хорошие сильно да главное биби вы не спали они не через палец все защищено отлично упаковка упаковочка благодарю отлично менять с кем-нибудь да я понимаю на улице сейчас так ну теперь я все вы до сих пор уважаемый человек руби звук там так ну что что хотите сказать вообще вот про все это это очень легкие деньги которые нужны студентам так что молодежь стремитесь попасть в телевизор стремитесь попасть телевизор да вам привет от якадзе это да что ж такое вот вот кать напиши какой-нибудь хит чтобы я мог говорить типа ехать это песня да это песня нет я слушаю гуфа то а гуфа я пишу как гуф а ты как гуф пишешь она как пишет послушайте детройт якадзе послушай гуф жив гуф жив говорит гуф обязательно жив он не может умереть это факт а можете подснять вот ну ну не поднимать не обязательно брат вот так вот в принципе просто заедь ему между ног вот они ой 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 они не так сейчас встань 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 ну добрый день дорогие друзья freak squad news работаем все спасибо братан давай удачи тебе залутали штанишки а где мужик надеюсь он не замерзнет нормально дойдет дома снимай его снимай его блин смотри как идет смешно ладно пойдемте эту сторону вкуснем так не я сейчас продам их кому-нибудь блять вот если бы я бы зашелся в сценопад и попробовал в сценопаде продать продавцу но там дропница да то есть вы еще купите все новые штаны и в этих будете все я не знаю как на это реагируется ребят вы слишком неожиданно подошли у меня голова друга другом сейчас просто забита ну так и забейте и деньгами прям сейчас да надо было сказать заранее переоделся это выгодно я понимаю но соглашайтесь да его на двушку согласен ты не видишь но трешку займ трешку трешку готовы сейчас давайте отдавайте пакеты эти свои вы в трусах есть без трусов и без трусов нельзя надо быть трусов тогда приложить в трусах но в трусах и труса главное чтобы волны не вывалилась не вывалить у нас холодно на улице я вас понимаю я тут уже долго так ну отдавай бумажки и давай менять я прям сейчас тебе перекидываю на телефон давай давай я не понимаю ну как вы только это купили мы просто только что разделе человека на улице чтоб ты понимала молодого так а вдруг у него вши какие не они он спасибо катерина сейчас я вас ставлю вот него нормально был правда нормально одет был правда в спортивках но я нормально да нормально нормально не правда я даже вздохнул видели у меня никаких проблем насморк правда вот но давай а телефон ему да сначала бабки потом переодеваешься только не сливай вся я не могу так блин почему вы давай предупреждали один давай брат у тебя все получится трешка трешка ты купишь себе штаны и еще и куда в деревню съездишь говорят так что я должен просто сейчас переодеть штаны правильно да и получишь трешку а штаны мне отдаешь эти где я должен это сделать прям здесь вы вызываетесь я перед универом да не сык отчислить а за это сейчас только за другой отчисляют за это не отчислил серьезно давайте отойдем чуть-чуть ладно действительно катя в камере я имею ввиду ой 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 хорошее на что я подписался саня это все из-за тебя братик 3000 не важно у меня тоже будет дырявый давай подержу так у меня два экрана так а штаны можно сразу что я был уверен в том что вы не убежите ну ладно хоть ремнем стебусь так ой главное чтобы него не вылетит не вроде не вылетит все хорошее у меня точно не будут проблем потом из-за этого каких он оделся на ближе надо было снимать ничего тоже не видно мой хороший красавица ой сорян мы купили штаны так в карманах ничего не про не знаю да проверено всех случаев какой-нибудь бонус может был бы скажи идеально сильно да да штаны реально вообще очень круто реклама торнадо пошла торнадо свяжитесь со мной а то чего только у дмитрий алекса я тоже готов вас рекламировать что я на интернешнале вас рекламировал и здесь могу так все так теперь диктуйте телефон вот тому молодому человеку приобретению хорошие станы я не знаю кто их носил я не знаю кто их носил я подъебался да нет нет это его штаны просто мы у него купили да все нет на фуре все брат красавчик мы крифлан меняемся обратно да я не знаю за трех смотри какие брат так они вот у вас идеально смотри брат смотри тебе хорошо подходит кто кому касает ты мне я тех что они касалище что я уже все деньги потерял не так я тебе а в смысле ты уж они купил что ли это новые конечно новые стану же так ладно ты ему диктуй только отойди от нас подальше лучше прям ну чтобы точно не услышали так ну что дорогие друзья вот такие невероятные приключения у нас сегодня случились купили штаны приобрели получается за нет тебе за три были за 6 ебать а 6 тысяч проебал кибер скам кибер клитор 228 да это я так ну что дорогие друзья вот такие штанишки замечательные прекрасные внутренние обивочка просто как у вашего дима дивана дома соответственно но они уже конечно протерты были вот так помогаем молодым людям в нашем городе вот действительно бюро помощи молодым людям так все записал ольки написал шапку как-то в доплату пойдет типа частичная оплата частичная шапка но уникасах за 500 там что то есть вы мне 500 рублей 500 тебе и шапку тебе шапку да все надо переводить да у тебя номер остался а мне их одевать обязательно да да поверх поверх хорошо или ты скинь давай короче на сбер скинь деньги ему так и так и так и так и так и так и так нет он месяц 500 рублей дает я ему штаны и еще он переводит шапку и 500 рублей они так так как то лут вот этот лучший дат как же это хорошо братан как штаны не станы хорошо зато мне теплее у меня двое штанов я на этом стриме поднялся реально но обеспечили молодежь вы знаете где у нас кампус новый строит это идти километров 10 я вот хотя бы не замерзну шапка шапка красава бизнес уже промышляет просто продал мне шапку так и соответственно не буду вот вот такая шапочка у нас вот такая шапочка у нас это еще без шапки ходишь теперь у тебя есть шапка одевай так 500 рублей не перекинули да отлично все ребята оденем студентов так чтобы они не мерзли да да ну что дорогие друзья екатерина екатерина спасибо вам большое за эфир спасибо что пришли надеюсь не опоздаете куда вы там опаздываете и передавайте там привет и славе надеюсь когда он запишет свой альбом этот он припиздует ко мне уже наконец на стрим а то я заебался его ждать и